Здравствуйте. У нас тема такая сегодня, горячая. Роль науки в модернизации России. И на эту тему к нам пришел поговорить академик, действительно член Российской Академии Наук, Шувалов Владимир Анатольевич, директор Института фундаментальных проблем биологии. Владимир Анатольевич, вот вы, значит, представитель фундаментальной науки, о чем, в общем-то, говорит название вашего института. А вот что в модернизации, какую-то роль фундаментальная наука должна играть, извините? Ведь речь идет о прикладных вещах, так, чтобы вот у нас компьютеры были самые быстрые, микрокалькуляторы, самые большие микрокалькуляторы в мире, что были, ну и всякое такое. А у вас все-таки фундаментальные проблемы-то. Америка ведь решит их, эти проблемы, но у них же бюджет все равно больше нашего. Откроют, а мы все прочитаем в журналах. Нет? Совершенно правильно. Ну, видите, модернизировать фундаментальную науку, такое понятие, оно, конечно, неправильное. Фундаментальная наука развивается, все это хорошо знают, своим путем, в свободном творчестве. То есть каждый ученый сам предполагает, какая у него дальнейшая, так сказать, судьба в исследованиях фундаментальных. Он ставит перед собой задачи, он пытается их решать, он находит новые закономерности, будь там физика, химия, биология. Это его воодушевляет, он ставит новые задачи, пытается их опять решать. И так движется наука. Получает финансирование от государства? Да. Получает, почему? Потому что фактически, кроме государства, никто особенно не заинтересован в развитии фундаментальной науки. Будь то даже какая-нибудь замечательная, так сказать, фирма с большим капиталом там, с большим представительством во всем мире, она может развивать фундаментальную науку, но только в чисто нужном для нее направлении. Ну, скорее, это прикладные все-таки исследования, так если разобраться, наверное, они ближе к прикладным исследованиям, безусловно. Они направлены на то, чтобы в прикладных исследованиях все это потом развивалось, это безусловно. А вот по настоящим широким фронтам заинтересовано государство, потому что, должно быть заинтересовано, потому что именно государство получает самые большие дивиденды от фундаментальной науки, когда она пытается развивать, модернизировать прикладную науку, технологии там и прочее, она понимает, что именно фундаментальная наука закладывает базу для всей последующей цепи развития и модернизации. Конечно, вы правильно говорите? Именно для технологий. Если у нас не будет фундаментальной науки, никакого развития по-настоящему технологий мы не сможем осуществлять. А что касается покупки лицензии, покупки патентов там и прочее, но даже в этом случае нужно иметь специалистов, которые понимают, что это за лицензии, в чем заключается сущность патента, как его развивать и так далее, как его применять. Ну вот я так понял, что вот есть вот и государство расхода, например, оно, государство финансирует спорт, да, чтобы люди у нас были здоровые, ну это скорее физкультура, а спорт, чтобы у нас тоже были люди вот к высшим достижениям способные, да, вот так вот прыгнуть, копье кинуть, а науку, чтобы у нас были вот какое-то количество таких вот людей очень умных и, в общем-то говоря, интеллигентных, вот в научном смысле слова. И главное, экспертов. Экспертов. В случае чего они смогут, те смогут прыгнуть в случае чего и кинуть как надо, а эти смогут сообразить, что нужно, если вдруг потребуется, да? Конечно. Ну и воспринять то новое, что к нам придет, так или иначе. Наука вообще давно стала интернациональной, честно говоря. Безусловно, фундаментальной особенно. Она, наверное, с временем Ньютона, наверное, уже была интернациональной. Ньютон с этим слебницем очень резко переписывались. Я думаю, даже раньше это было интернационально. Еще раз, да, в общем-то, да. Общеевропейская тогда была, а сейчас общемировая, наверное. Общемировая. И в этом есть большой смысл, потому что одной стране тянуть фундаментальную науку, как пытаются делать Соединенные Штаты, это же невозможно, потому что, во-первых, это очень дорого. Нужно нам помочь Соединенным Штатам-то, ну, это, да? Безусловно, так мы и делаем. Фактически то, что мы развиваем фундаментальную науку и даем образование нашим студентам. Которые едут потом туда работать. Аспирантам, которые едут потом туда работать, конечно, мы помогаем. Но без этого наша страна может находиться в тяжелом тупике. То есть мы можем купить лицензию, но у нас, если нет экспертов настоящих, это означает, что мы должны к этой лицензии приглашать еще специалистов. Как во времена Петра Первого, кстати. Ну, вот так и было. И Ивана Грозного, кстати. Может быть, да. Предок, так сказать, Бутлерова был англичанин по фамилии Батлер, который, значит, как раз устраивал взрыв, так сказать, Казанского Кремля. Вот взрывал, вот. А потом в Казани его потомок был профессором химии Бутлеров. Понятно, да. Такая вот вышла штука. Так, ну это ладно, это мы все, так сказать, шуточки, прибауточки. А конкретно, как перефинансировать науку? Вот есть такие мнения, да, они так регулярно циркулируют, зачем нам Академия Наук в ней очень много, так сказать, костного и старого, это причем так вот биологически, скажем так, унаследованно. Потому что академики люди уже не молодые. Потому что академиком, чтобы стать, ну, надо очень много соли съесть, пудов. Вот. И вообще, как-то вот эта структура уже устоявшаяся, устоявшиеся каналы для перемещения денег внутри этой академии, они как-то вот до молодых ученых, там, с паяльниками или там микроскопами, они очень сильно доходят. А вот мы сделаем всколко вот такую вещь на новом месте, никаких старых вот этих всяких связей, никаких вот этих вот родимых пятен, так сказать, социализма не будет. Вот. Ну, ничего старого, вот на новом месте, чисто вот без коррупции, в общем, такой вот в любой форме ее. Вот. Без так, как вот. Но вообще такая идея как-то продвигается, не совсем ясно, что там делать будут в Сколково. Непонятно, до конца, непонятно, да. Почему Петр Первый вдруг решил, так сказать, создать академию? Удивительно, ведь в Европе развивались университеты. Но если вы посмотрите на историю развития этих университетов, окажется, что они начинались с теологии. Главный предмет был, там, в XII-XIII веке университетов была теология. Богословие, юриспруденция, медицина. Вот три кита. Да. А, так сказать, во времена Петра Первого уже было понятно, что наука настоящая, она не имеет отношения, так сказать, теология там. И юриспруденция, честно говоря. Ну, юриспруденция – это вещь нужная, и медицина – вещь нужная. Ну, медицина – это наука. Она исследует естество. Да, мы ее называем наукой, но там, так сказать, много еще искусства, много еще, так сказать, такого, я бы сказал, чувствительного материала, опыта там и прочее. Ну, не будем углубляться в этот момент. А вот то, что Петр Первый сделал сразу в Академию, он рывком, фактически, поднял науку в России до современного уровня. То есть, он понимал, если он пригласит в Академию специалистов профессиональных, специалистов в науке, будь то немцы, голландцы и так далее. Швейцарцы бернули швейцарец. Ну, да. То это означает, что мы сразу, так сказать, уходим именно в науку и на очень приличный уровень, без всяких, так сказать, религиозных понятий, без всякого учения теологии. А профессиональный уровень науки, он так у нас и остался в Академии наук. И вот удивительно, что ведь в Европе продолжала развиваться наука, она продолжала развиваться в основном в университетах. Но это было до начала, где-то до конца 19-го, начала 20-го века. А вот потом уже правительство, государство поняли, что одно дело наука, которая развивается в университетах и которая в основном является аспирантской студенческой, ну, там, PHD. Ну, то же самое, что у нас аспирантская, студенческая даже наука, которая, так сказать, направлена на то, чтобы студент, будучи там магистром, развивал какое-то направление научное и, в конце концов, получал результаты и защищал их, так сказать, в качестве диплома магистра. То есть такое квалификационное, так сказать, предназначение науки. Скорее да, скорее да. Покажи, что умеешь, да. Образовательно. Тогда как в Академии наук, а ведь она была не только в России, она была и во Франции, и в Испании, и там, и так далее в это время. Королевское общество Великобритании? Королевское общество, да, это аналог тоже Академии наук. То там совершенно другой подход к изучению наук, профессиональный. То есть там не только руководство является профессиональным, профессурой, так скажем, как в университетах. Но и непосредственно исполнители тоже профессиональные, научные работники, чего нет совсем в университетах, не было тогда. Потому что, так сказать, был руководитель, был профессор, так сказать, известный ученый, а у него работали студенты, аспиранты, которые вот, так сказать, в результате образовательной такой исследовательской деятельности, в конце концов, получали соответствующие степени. То есть шла такая вот ротация, степень получил, пошел куда-то там. Ну, конечно, он мог пойти куда угодно, и в коммерцию, и в торговлю там, ну, где, так сказать, он найдет работу. Тогда в профессиональных учреждениях там совсем другой подход. Там человек работает 10-20 лет над какой-то проблемой научной, получает соответствующий результат. И профессионально этот результат анализирует, публикует статьи в международных изданиях там, как правило, вот на Западе именно так. Об этом можно еще поговорить отдельно. А Петр Первый понял, он уже тогда был, так сказать, на Западе и представлял развитие науки и в университетах, и в академических, профессиональных учреждениях. Он понял, что подождем, ну, так сказать, так или иначе, первый университет был уже в 1725 году организован. Ну, вот, между прочим, долгие первые годы, ну, первый век, наверное, своего существования, то Академия наук, по-моему, была просто у нас украшением нашего общества. Потому что единственное, зачем туда обращались, вернее, не единственное, а двое вещи. Это устройство фейерверков, и когда нужно было какую-нибудь нарисовать карту. А, и еще, когда строили, так сказать, каналы, нужно было определить вот маршрут канала, там, высоты, все такое прочее. А все остальное занимаешься, чем хочешь, в общем-то говоря. Приглашали самых ярких людей с Запада. Нет, ну, были математики великие, физики приглашались, которые занимались профессиональной наукой. И это, конечно, было очень важно. И Академия, она стала развиваться именно в этом плане, как профессиональное научное учреждение. И по-настоящему только в начале 20 века на Западе сообразили, что, так сказать, наук-то нужно развивать, прежде всего, в профессиональных учреждениях. И стали создаваться национальные лаборатории. Это, наверное, в связи с революцией физики. Там как раз, помните, квантовая механика, ядерная физика стали появляться. И те же лаборатории, Аргон, Беркли, Лос-Аламос, это же все были детичьи вот этих представлений о том, что нужно профессионально заниматься. Особенно, если какой-то проект такой очень... Особенно физика требовала тогда больших денег вообще для своей реализации. Ну, конечно. А сейчас и биология требует больших денег. Конечно. Проект геном человека. 20 миллиардов долларов. Медицина вещь такая, то есть, в обществе востребованная, а биология, в общем-то, работает на медицину. Совершенно верно. И сейчас говорить о том, что наука на Западе в основном в университетах, а академия только у нас, это неправильно абсолютно. То есть, там тоже есть академия. Ну, а как же? Там аналоги академии вот этой национальной лаборатории. Вот мы их упомянули в Англии. А, это аналоги нашей академии. Это в Германии, например, Макс Планк институт, который тоже является аналогом академии. Это во Франции Саклей, Кадараш. Это все, так сказать, физические, там и биология представлена. Так сказать, институты, или как их надо, центры, которые имеют бюджетное финансирование, которые занимаются очень серьезными проблемами. Например, Тормоядом, вот в Кадараш. Ну, у нас, кстати, такие замечательные места есть. Начните, Курчатский институт, Академгородки, целая куча, да? И, в общем-то, очень много, целая куча, нехорошо я сказал, но очень много, да? Дубна, много академических институтов, Протвино, много институтов в Москве, Троицк, Пущино, Новосибирский Академгородок. Новосибирский Академгородок. Аж ЗАМА-16, я забыл, как он теперь называется. Ну, вот и он тоже. Правильно, нет. Это означает, что мы движемся, так сказать, в русле развития мировой науки. То есть, на Западе делают то же самое. Там и университет существует, мы университет поддерживаем. У нас и Московский университет, и Санкт-Петербургский университет, Нижегородский университет, Казанский университет. Очень сильные организации, там очень сильная наука. Но, так сказать, Академия наук еще один представитель, но уже теперь профессиональной науки, где сотрудники 10 и 20 лет могут заниматься уже, так сказать, вот такой профессиональной наукой. Ну, кстати, вот помню, в старое время очень большое, так сказать, подспорье в плане материальном для науки университетской, академической, это были заказы, так сказать, промышленности. Промышленность заказывала НИРы всякие, ОКРы, и не скупилась. Промышленность, сами понимаете, какая, вот эти всякие отрасли оборонные, да? Вот, они не скупились, хорошо очень платили, и снабжали оборудованием, если нужно было. От этого наука, по-моему, очень сильно жила. А сейчас же промышленность не очень заинтересована в каких-то разработках. Ну, военные заказы, они, конечно, развиваются. Ну, сократилось резко. Ну, сократилось, безусловно. Ну, а сколько вот это знаменитое теперь, славное, прославленное нашими средствами, нашими массовой информацией, что там будет, как там будет выглядеть это все? Ну, я так понимаю, что это идея фактически повторения Силиконовой долины, которая была создана... А там, чтобы было какое-то постановление, какой-то забор был в Силиконовой долине, по-моему, это было просто место, где, ну, регион США, где люди где-то так вот, где попало, где подешевле арендовать помещение, устраивались и занимались какими-то прикладными исследованиями, которыми быстро можно было внедрить. И там был... Большинство разорялись, но они не переживали. У них закон о банкротстве очень хороший, удобный. И там был рядом же... Сейчас он есть университет. В Калифорнии. В Калифорнии. Стэнфорд. Стэнфордский. И, конечно, он поставлял в основном, так сказать, научные кадры. И самое удивительное, что когда американцы рассказывают про эту Силиконовую долину, они говорят о том, что туда пришли организовывать вот эти производства профессиональные ученые. Это не просто это менеджеры, типа, там, наших менеджеров, да, которые не имеют ни научной публикации, ни, так сказать, признания там мирового, там ничего. А это были настоящие ученые, известные, так сказать, в своих областях. Это была профессура, которая, так сказать, решила, что может еще и заработать на том, чтобы развивать технологии. То есть внедрить свои фундаментальные знания вот в некие такие вот прикладные области. Да, именно фундаментальные, ну, там, конечно, прикладные были разработки. И именно вот эта профессура научная, которая занималась всю жизнь фундаментальной наукой, она решила, так сказать, вот как-то еще и технологии развивать. И у них это получилось. Ну, а у нас, наверное, там будет какая-то база для того, чтобы вот как раз наши, представители нашей науки, да, вот профессуры, академики, чтобы там могли более-менее не в гараже каком-нибудь, а в приличном помещении. Сейчас же ведь нужны какие-то особо чистые комнаты там что-то такое развивать. Ну, и в электронике, и в биологии, я думаю. Ну, конечно. Микроб от грязи дохнет, меня вот учили в институте. Ему нужны очень чистые условия для микробов. Ну, конечно. Ну, если идет речь о кристаллизации, например, полупородниковой, так сказать, промышленности, или сейчас же кристаллизации очень сильно, кристаллография развивается, биология, то есть все наши сведения о структуре, так сказать, разных белков, разных комплексов белков идет из кристаллографии и применения рентгеноструктурного анализа для кристалл. Кристаллическая, так сказать, форма белка, ее потом... Конечно. И там особая чистота, особое поддержание температуры, влажности и так далее, и так далее. Без этого не получится кристалл. То есть это нужно действительно очень высокого уровня лабораторной техники для всего этого. Но я вот честно, я не очень понимаю, ведь эта лабораторная техника, она есть в институтах Академии наук. И она уже есть. Ну, может быть, не такая хорошая, наверное, еще лучше должна появиться. А нельзя вот эти все работы ввести вот там, где они уже ведутся. Ну, как так вот... Ну, там же уже люди есть, уже как сложились коллективы. А это вот на чистое место, в Сколково туда и приманить-то трудно, он где-то далеко. Вот рядом с вашим институтом открыли бы еще один небольшой и переманивали бы ваших. Вот те же самые люди перебежали бы, арендовали бы у вас помещение, оборудование и все. И так вот постепенно новая наука росла бы в недрах старой, так вот прорастала бы ее. Ну, так практически 90, я не знаю, даже больше процентов ученых и думает, как вы говорите. Нет, казалось бы, смысл взять, например, Пущино, да, Наукоград. Ну, у нас там достаточно территории. У нас там, так сказать, где около тысячи гектаров только в центральной области Пущино. А там есть еще городские территории и прочее. Там всего достаточно, чтобы строить. Инфраструктура есть. Я все вот провоцирую вас на такой ответ. Я не знаю, для чего требуется это сам Сколково. Или вы знаете все-таки? Нет, я точно так же не знаю. Не знаете, да? Ну, понимаете, если бы у государства были, как говорят, лишние деньги, ну, можно себе представить, что неплохо иметь какую-то, так сказать, базу, на которой можно развивать современную науку, прикладную науку, фундаментальную науку, технологию там и так далее. Но, извините, в прошлом году у нас в Академии наук была проблема с оплатой коммунальных расходов. А ведь это федеральная, все, собственность. То есть отопление, освещение, вода и коммунальные расходы. Совершенно верно, да. В конце концов мы нашли деньги, так сказать, оплатили коммунальные расходы. Но в этом году уже предлагают перейти на оплату всего этого с помощью субсидий. А что такое субсидии? Вот никто этого не знает. Никто не знает, да? Ну, по крайней мере... Бюджет – это бюджет, а субсидии – это вот... Да, это не бюджет. А чьи субсидии? Государственные? Государственные. Ну, могут быть, и частные. Источник... А, вот, могут быть, и частные. Кто пожалеет, да, может быть. Вот именно, да. Вообще, вот, когда вот появилась, так сказать, эта тема, актуальна она стала, вот, сколковая, вот, модернизация. И вот в интернете, в средствах массовой информации есть люди, которые на эту тему, так сказать, высказывались, положительно высказывались. Правда, в общих словах, и вот я все искал на них, так сказать, выход, в основном такие большие люди, они обычно через пресс-секретари общаются, ну, вот, пресс-секретари, значит, принимали от меня приглашение, благодарили, и все. Ну, вот, ну, видно, большие люди просто очень сильно заняты, на самом деле. Ну, правда, вы тоже большой человек, академик и директор института целого. Да сколько у вас работают людей-то? Ну, 200 человек. Две человек, ученых? Нет, это в общее количество. А кандидатов и докторов? Это где-то около 100. Около 100 человек. Вот так. Ну, немножко больше. Ну, они сами организуются, да, люди умные, кандидаты и докторы. Конечно, конечно. Их можно без присмотра оставить на некоторое время. Ну, в этом и заключается смысл фундаментальной науки, что сам ученый выбирает то направление, которое он считает наиболее интересным и наиболее перспективным для развития. Ну, в общем, как нам модернизировать науку, мы так с вами и не поняли. Немножко побурчали на жизнь. Так, ну, как-нибудь да будет, ведь не было еще так, чтобы не было никак. Вот один мудрец мне сказал, когда-то еще давно при советской власти, когда вот все у нас что-то было не так, он говорит, не беспокойся, как-нибудь да будет. Потому что не было еще так, чтобы не было никак. Наука, прежде всего, нуждается в средствах на приобретение современных приборов, оборудования, реактивов, помещений, откладки, так сказать. Вот они были, отвечали современным, нужным, так сказать, тех же технологий, кстати. Ну, да, чистые помещения, так называют. Ну, конечно, и масса других вещей. Например, фемпосекундная спектроскопия, которая сейчас очень активно развивается и используется не только в химии, физике, а и биологии. С помощью нее делаются фундаментальные исследования по механизму, так сказать, преобразования световой энергии в тех же листьях зеленых растений. Но там требуется, например, так сказать, постановка вот всего этого оборудования. Там сотни оптических деталей, сотни. Специальными держателями, специальными, так сказать, естественно, юстировкой всех этих деталей. Надо еще помещение, чтобы было еще от, так сказать, вибрации. Совершенно верно. Так вот, делают специальные столы, которые стоят один стол, ну, где-то 15 тысяч долларов, который бы отражал, гасил все вибрации. От помещения, так сказать, фундамента там и так далее. Денег наука много возьмет. Ну, конечно, это все требует больших средств. И это все надо, потому что отстать мы не имеем права. Мы можем отстать, да. Вот мы все деньги будем вкладывать в Сколково, а в это время наука уйдет так далеко, что мы просто будем не в состоянии, так сказать, следовать за ней. Правда? Спасибо вам большое. Спасибо. Вот и публику нашу я вот так вот с вопросом таким вот оставляю. Что делать, да, как быть, где достать денег для науки. Ну, спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.